Ну что ж, друзья, сейчас Mosaic Education и на сайте mozaweb.com расскажет нам конструкцию легкового автомобиля. Давайте посмотрим. Итак, вначале сразу же можем масштабировать, вот так увеличивать, отдалять и так далее. Радиатор, воздушный фильтр, двигатель, аккумуляторная батарея, рулевое колесо, ремень безопасности, топливный бак, выхлопная труба и задние габаритные фонари. Давайте поподробнее с системой. Переходим к системе и здесь у нас первая идёт система охлаждения, из чего она состоит. Состоит из, естественно, радиатора, патрубок и расширительный бачок. Видите, и она подходит именно к, входит и выходит из, из самого двигателя. Топливная система. Ну тут тоже понятно. Система впрыска топлива идёт по топливопроводу. И подходит тоже к двигателю с помощью форсунок впрыскиваются под давлением и так далее. Вот здесь у нас ещё есть сам насос бензиновый, находится вот здесь вот. Топливный бак, заливная горловина. Так, система рулевого управления. Так, тут у нас рулевое колесо, рулевой вал, рулевой колонки, карданный шарнир. Естественно, эта система упрощена, потому что, как вы понимаете, там бывают различные ещё дополнительные крепления и так далее. Здесь система максимально упрощена, чтобы человеку дать представление о самой, так сказать, элементарной системе. Пылезащитный чехол, рулевой механизм и наконечник рулевой тяги. Так, потом подвеска. Пружинный амортизатор, рычаг управления. Каркас. Амортизатор, вот он внутри, сверху это пружина. Каркас. Подвеска колеса. Ну и сзади примерно та же система. Электрооборудование дальше идёт. Блок предохранителей. Здесь вот аккумуляторная батарея. Разъёмы передней фары. Жгут проводов. Так, генератор. Видите, генератор идёт от двигателя. Заряжает аккумулятор от движения двигателя. Индикатор. Портовой компьютер. Проводка приборной панели. Ну и главный жгут проводов. Сзади у нас ещё появились электронная система тормозов. Жгут проводов. Разъём задней фары. Так, трансмиссия. Коробка передач. Конечно, смотрите подробно у меня есть. Или на сайте мозаик. Значит, есть из чего состоит коробка передач. Автоматическая или механическая. Подробнее там всё есть. Полуось. Тяга переключения. Переключает конкретного. Точнее, ничего она не переключает. Управляет коробкой передач в данном случае. Дифференциал сзади. Дело в том, что для чего нужен дифференциал. Если, как вы знаете, значит, когда по кругу едет, поворачивает, да, поворачивает, и если вы начертите круг, да, то внешний, значит, внешний круг будет меньшего радиуса, чем внутренний. Поэтому, чтобы проехать такое расстояние, внутреннее колесо должно ехать медленнее, чем внешнее. Ну, это очевидно. Попробуйте сами как-нибудь обогнать вашего, значит, друга, если он бежит по маленькому радиусу, а вы параллельно ему по большому. Вам будет сложнее, естественно. Вот, система выпуска отработанных газов. Дополнительный глушитель, средняя труба, основной глушитель, металлокомпенсатор, гофра, приемная труба. Основной глушитель, выхлопная труба. Выпускной коллектор. Вот так вот он выглядит. Сюда, из каждого цилиндра, значит, выпускаются газы, отработанные. Двигатель внутреннего сгорания. Крышка головки блока цилиндров, обшивка, воздушный фильтр, впускной коллектор. Да, сюда подходит, значит, очищенный воздух, да, специальный воздушный фильтр, чтобы с воздухом не попали мухи там, ну и так далее. Все остальное. Пыль придорожная и так далее. Потом масляный фильтр, это чтобы стружку там убирать в масле со временем. Блок двигателя. Вот коробка передач, тоже здесь указана опять. Ну и тормозная система. Так, главный тормозной цилиндр. Ну и он уже подходит к тормозному диску. Усилитель тормозов. Тормозная педаль, трос стояночного тормоза. Непонятно, зачем три педали, когда там изображается коробка, автоматическая коробка. Значит, три педали, это только если механическая коробка передачи. Рычаг стояночного тормоза, трос стояночного тормоза. Металлическая тормозная труба. Ну и давайте посмотрим систему безопасности. Ремень безопасности. Натяжитель ремня безопасности. Замок ремня безопасности. Ну и подушки безопасности здесь и здесь. Также есть огромное количество подушек безопасности уже сейчас и здесь, и сбоку, и в двери, и над головой. И где только нет. Есть даже, где подушки безопасности в коленях. И на последней версии Volvo есть даже на капоте, что если кого-то сбивают, чтобы там сработала тоже подушка безопасности. Друзья, ну вот, собственно, и все. Внешняя инструкция есть еще. Капот, фара, и так далее. Я думаю, что уже здесь все примерно знают. Багажник, антенна, и так далее. Ну что, друзья, вот, собственно, и все. Значит, ссылочка будет в описании. Заходите, смотрите, анимация. Это была не лучшая, конечно, анимация. Потому что тут ничего, в общем-то, не двигалось. Вот. По сути, 3D-прорисовка, но есть лучше. Так что смотрите, там очень много всего. Ссылка в описании. Все доброе, всем пока, до свидания.